Телетулла Сельхозкультура, около 75 тысяч гектар, забили тревогу, вследствие чего был введен режим чрезвычайной ситуации. У кого не спрошу, говорят, что сельского хозяйства в регионе и так нет. Так ли это? Какие районы сейчас наиболее показательны? Ну, не в течение 10 дней, конечно, культура погибла. В течение 10 дней, скорее, предшествующих объявлений режима чрезвычайной ситуации увидели, что это произошло. А так, вопрос введения чрезвычайной ситуации, он витал в воздухе уже где-то, наверное, с середины сентября, потому что погода уже ясна была, ее, так сказать, направленность, и что от этого ждать. Но все время, когда мы начинали поднимать этот вопрос, нам говорили, гидрометеоцентр не дает добро. То есть не было необходимой для введения режима ЧС влажности почвы. Хотя куда там быть более влажной, если вода стояла буквально, так сказать, в бороздах. Ну, вот такая у нас достаточно бюрократическая система по этой части. И, собственно, здесь чиновников даже винить не надо. Я думаю, что если они и немножко опасаются введения ЧС, то, может быть, даже больше из-за того, что потом настолько это бюрократично оформление этого ЧС, что, извините меня, прежде чем водить, многие из них действительно хватает заговора. Потому что фотографируются поля, ездит комиссия, глава администрации каждую фотографию подписывает, считает ущерб, там кучу всякой бумаги все заполняет. Ну, это просто очень рутинная такая работа. Но, тем не менее, она нужна, раз мы оказались в такой ситуации. И тем более и до ЧС ситуация в сельском хозяйстве очень и очень, так сказать, серьезная. И тут просто нужно принимать решение, потому что, если не вводить режим ЧС, то, в принципе, можно многих недосчитаться из сельхозпредприятий, из фермеров, вот если этого не сделать. Потому что народ закредитован, фермеры меньше, особенно крупные сельхозпредприятия. И поэтому в данной ситуации вести режим ЧС, как бы бросить спасательный круг утопающему, это вот, собственно, то, для чего нужен этот режим. Объем ущерба очень большой. Ну, первые такие прикидки, где-то около 2 миллиардов рублей. Ну, по моим наблюдениям, может быть, и больше. Вот, пострадали практически все культуры, пострадали зерновые. И даже не с точки зрения недобора, там, и гибели, а прежде всего они пострадали из-за снижения качества зерна. Потому что дожди вымыли клейковину, и большая часть зерна оказалась не продовольственным, а фуражным. Это очень серьезный ущерб. Кстати, вот специфика компенсации такова, что вот это вот учесть просто наша система не может. Вот когда пропало, да, когда там сгнило, это можно. А вот то, что качеством продукции стало хуже, вот это вот, к сожалению, никак не поддается, никакой методики по учету ущерба, вот в случае введения ЧАЭС. Не знаете, сколько, может быть, в сумме район убытки какие? Ну, я говорю, пока вот первые прикидки где-то в районе 2 миллиардов. Дело в том, что подтянулись немножко, где-то вот последние 2 недели была более-менее погода, и овощеводы немножечко, так сказать, подтянулись с уборкой картофеля. По картофелю особенно тоже ситуация была достаточно тревожная. Дело в том, что эта культура пострадала, часть ее значительная погибла, и в то же время тут тоже вот по качеству того, что будет употреблено в пищу, по качеству тоже произошло снижение. — Потребитель, понятное дело, пострадает в конечном итоге. Насколько, как вы считаете, цены поднимутся на сельхозкультуру, на продукции сельхозкультуры? Там хлеб, молоко? — Ну, на хлеб я не вижу никаких, так сказать, оснований для повышения цен. — Картофель. — Вот, картофель, да, по прогнозам цена на картофель поднимется. Пожалуй, вот из этого продовольственного набора картофель, пожалуй, даст, может быть, даже наибольший прирост по цене. Почему? С одной стороны, сделали благое дело, значит, ввели ограничения на импорт картофеля, там нашли в странах ЕС наши специалисты какую-то золотистую нематоду, и по этой причине, так сказать, они не пустили сюда к нам этот картофель, да? Вроде бы как сработали до нашего отечественного производителя. А у нашего отечественного производителя вот произошел вот такой вот несчастный случай. Вот, даже та картошка, которая бы убрана, у нее будет одна характерная особенность в этом году, она будет обладать плохой лёжкостью. И то, что будет заложено в хранилище, в значительной мере потом, так сказать, придется вывозить уже в виде, так сказать, отходов. Поэтому сейчас, как бы, всё учитывается, всё оценивается, вот. Значит, по другим культурам. По другим культурным. Значит, ну, по зерну. По зерну резко, так сказать, дифференцировалось. То есть, та часть зерна, которая осталась в продовольственном поле, она в цене вырастает. Большая же часть зерна, которая стала фураженом, она, наоборот, в цене падает. То есть, вот такие вот ножницы получились. И, как бы, крестьяне, которые всегда должны кому-то, банку должны, там, государство должны, если брали у нас в аграрном центре товарный кредит, они вот хорошим зерном погашают товарный кредит, да, у кого есть такое зерно, вот. А фуражное зерно, оно не очень востребовано, они, вот, так сказать, за бесценок с поля, буквально, так сказать, отправляют. С другой стороны, тут позитив для животноводства. Не всегда бывает так. Кому-то плохо, значит, кому-то, может быть, и хорошо. А здесь-то именно такой случай? Да, вот, корма, вполне возможно, будут дешевле. Вот, и это, конечно, ну, не сильно положительно, но, крайне мере, отразится вот на нашем мясном, так сказать, мясном, на молочном, вряд ли. Вот, что касается, там, скажем, молока, такого достаточно ценного и социально важного продукта, то независимо от этой ситуации, у нас большие провалы в молочном животноводстве, вот, у нас идет просто, так сказать, вырезание скота, и на всю область у нас осталось где-то порядка 27 тысяч дойных коров. Если сравнивать масштабы этого явления, то надо сказать, что где-то, если в 92-м году еще было под 300 тысяч, да, то сейчас вот коров было, то сейчас 27 тысяч коров. Порабить тревогу. Да, тревогу-то порабить. Ну, мы бьем тревогу, но, к сожалению, в общем, эта проблема уже не региональная, это проблема федеральная, а вот достучаться до федерального уровня достаточно сложно. Вот такая ситуация. А что делать? Как все равно надо достучаться? Как стучиться? Мы стучимся, стучимся. Весь вопрос в том, что вот есть как бы первоочередная мера, да, но на этом мера недостаточная, потому что вот именно ЧАЭС показала, насколько у нас критична ситуация в сельском хозяйстве. Как говорится, где тонко, там рвет. Сразу вот эта чрезвычайная ситуация показала. И здесь нужно не просто затыкать дыры, как это пытаются делать, и причем затыкать не все дыры, а, так сказать, только самые маленькие, так скажем, да, а большие все равно останутся. Тут нужна уже, по сути дела, новая сельскохозяйственная политика, чего нет в нашей стране. У нашей страны, которая называется Великой Аграрной Державой, по сути нет нормальной сельскохозяйственной политики. И вот утверждение о том, что наше сельскохозяйство, это приоритетная отрасль, оно больше декларативное в жизни, оно не соответствует реалиям, понимаете? Жизненным реалиям оно не соответствует, это выражение. Аграрное величие осталось в прошлом. Ну, я бы не сказал, что оно совсем осталось в прошлом. Кое-что из аграрного величия осталось. Вот все-таки производство зерна, это вот как бы остатки, может быть, еще аграрного величия России, потому что в последние годы мы вышли на мировой зерновой рынок. Но тут еще с чем это связано? Если бы у нас было нормальное животноводство, то нам бы ни с чем было бы ходить на мировой рынок зерна. Все это было бы, так сказать, съедено крупным рогатым скотом и переработано в мясо и молоко. А поскольку у нас животноводство находится в таком состоянии, то даже при недостаточно высоких урожаях зерна у нас остается возможность его еще и экспортировать. Нормально развитой считается та страна, которая производит на одного гражданина одну тонну зерна. Вот у нас 140 миллионов населения, а у нас, ну, больше 100 миллионов тонн мы в последние годы в самые такие урожайные годы не производили. Больше под 80 или 70, когда недостаточно благоприятные погодные условия. Вот поэтому надо судить о нашем уровне развития вот по этому показателю. Смотрите, а чиновники в связи с чрезвычайной ситуацией выступили с мерой о пролонгации кредитов на проведение сессионных полевых работ сроком на три года. И направить обращение это они решили в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Для тех, кто не знает, переведу. Это продление сроков кредитной задолженности, пролонгация. Вот по вашему мнению, данная мера эффективна? Или есть ли какая-то альтернатива, чтобы как-то справиться с ситуацией? Ну, эта мера как первоочередная, она необходима. Понимаете, она необходима для того, чтобы просто хотя бы хозяйства остались на плаву. Но эта мера недостаточна. Она недостаточна по той простой причине, что эти меры, они направлены не против причин вот этого тяжелого положения сельского хозяйства, а против следствия, против тех проявлений, и больше всего связано вот именно, когда возникает чрезвычайная ситуация, вот эти следствия наибольшим образом проявляются. Ну, во-первых, надо дополнить, что касается нашего региона, пролонгация еще и товарных кредитов, которые наши крестьяне берут в нашей известной фирме в аграрном центре, государственное унитарное учреждение, Тульский аграрный центр. Вот. Тут тоже нужно обязательно пролонгировать. А в целом нужно повышать уровень государственной поддержки. У крестьян, к сожалению, нет необходимой подушки безопасности. И любой дождик или там заморозок может поставить крест не только на отдельном там хозяйстве, над отраслью, а может быть даже на целом регионе. Понимаете? Действительно, у меня сложилось такое впечатление, что дождик пошел, и вся несостоятельность нашего сельского хозяйства текущая, она прям вот... Ну, тут больше не наша несостоятельность, это наша беда. А несостоятельность – это тех людей, которые обязаны заботиться по-государственному о сельском хозяйстве. Вот где несостоятельность. Я вам хочу сказать, вот, к сожалению, нам приходится сталкиваться и немножко и в другом разрезе, вот, с такой несостоятельностью, особенно в последнее время. И это связано с попытками, даже, я бы так сказал, с направлением, которое в федеральной политике обозначилось, с дискриминацией мелких и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей. И это вот просматривается по нескольким направлениям. Вот взять, вот тут даже большую беду, которая постигла нашу страну, возникновение эпидемии африканской чумы свиней. Значит, вместо того, чтобы сосредоточиться на усилении ветеринарных методов борьбы, да, то есть, вот, как по науке положено бороться, значит, пытаются решать этот вопрос еще и политически. То есть, заведомо обвиняются несостоятельными с точки зрения безопасности по АЧС, личные подсобные хозяйства и крестьянские фермерские хозяйства. Кому это выгодно? Ну, это, прежде всего, выгодно нашим свиноводческим олигархам, потому что великая мечта нашего руководства это, чтобы все было крупное, а не мелкое, потому что с крупным и общаться как-то лучше, и они на этом фоне солиднее смотрятся. Ну, а так вот, что такое мелкий фермер. А кто у нас сейчас в регионе является крупным свиноводческим олигархом? Ну, я бы не сказал, что олигарх, возможно, но крупное хозяйство у нас есть, это ООО «Лазаревская». Кстати, у нас к этому хозяйству претензий нет. Это хозяйство входит одно, как одно из лучших, в 300 лучших хозяйств России. Вот, мы с Романовским в хороших отношениях, Федором Григорьевичем. Ну, бывают у нас, так сказать, разные, так сказать, дискуссии, потому что у людей, у двух людей всегда какие-то отличия существуют. Вот. И он, в принципе, не выступает за то, чтобы вот таким образом поступить с остальным свиноводством, с традиционным. А в других регионах, да, и у него не такой уж большой поголовь по сравнению с другими регионами, у него где-то порядка сейчас 50 тысяч голов. Да? 50 тысяч голов вот получается у нас у Романовского, там, в Ефремовском районе есть еще предприниматель Шепеля, у него там, может быть, тысяч 10. И, если говорить вот о личном секторе и фермерском, то где-то на всю область еще 25 тысяч наберется. Вот. Тут, что, собственно говоря, очень важно. Во-первых, здесь замахивается на веками, так сказать, уже устоявшееся традиционное занятие вот этим видом сельскохозяйственной деятельности. По сути дела, это одна из форм раскрестьянивания, которая вот особенно широко проводилась в момент коллективизации раскулачивания. Я вот написал статью, ее опубликовала «Сельская жизнь», она называется «От раскулачивания к расцвенячиванию». И, в принципе... В чем смысл? Смысл в том, что, в общем, надо вести борьбу с АЧС ветеринарными, а не политическими методами. Нельзя заведово объявлять виновными в распространении этой эпидемии личное подсобное хозяйство, крестьянские, фермерские хозяйства. И ни в коем случае нельзя уничтожать здоровое поголовье свиней без каких-либо, так сказать, причин, без каких-либо показаний вот на проявление этой болезни. А где у нас в регионе сейчас существует реальная угроза африканской чумы? Ну, наш регион по сравнению с другими, значит, не так зловеще смотрится по африканской чуме, скажем, как Тверская область, как Краснодарский край, там другие южные регионы. Вот. У нас первоначально африканская чума была распространена только среди диких кабанов. И у нас первые случаи возникли в Ленинском районе в охотохозяйстве. Это вот в районе села Архангельска, вот как вот сворачиваешь с трассы направо, под мост, это на Москву, а тут направо в село Архангельское. Вот. И там стоял в свое время, так сказать, специальный пункт, это года два назад, это первый случай был. Второй случай у нас был в Веневском районе, тоже в охотохозяйстве. И вот недавно, буквально один за другим, произошли два случая, значит, заражения африканской чумой в личном подсобном хозяйстве в Веневском районе. Ну, там небольшое поголовье, там одна, может быть, две свиньи. И в Олексинском районе, вот буквально на прошлой неделе такой же случай произошел, но там уже достаточно крупные поголовья в личном подсобном хозяйстве, где-то около 60 голов. Ну, по всем этим фактам ветеринарная служба наша сработала четко достаточно, уничтожили. А известно, какие убытки понесли вот эти хозяйства, какие убытки хозяйства понесли из-за уничтожения с вами? Ну, это надо смотреть, среднюю стоимость, так сказать, килограмма мяса, вот, и в живом или, так сказать, в убойном виде, и, естественно, вот он весь убыток. Значит, что хотят сделать? Хотят, значит, чтобы те поголовьи свиньи, у кого будет уничтожено, переходили на другие альтернативные виды ведения сельского хозяйства. Занимались там птицеводством, занимались там кролиководством. Причем в нескольких областях уже поголовно уничтожены практически свиньи. Это произошло в Белгородской области, на всю область осталось 80 свиней. Это произошло в Краснодарском крае. Причем самое интересное, что компенсацию вот этим крестьянам, у которых уничтожили таким образом свиньи, выплачивали свиноводческие олигархи. Значит, им это выгодно. И они достаточно, так сказать, легко пошли на это дело. То есть здесь не государство компенсирует. Я как раз хотел спросить, на чьи средства переквалифицировались-то? Нет, переквалифицироваться будут на государстве. Государство будет давать льготные кредиты, а вот уничтожение, компенсация уничтожения, потери, вот, да, за счет вот свиноводческих олигархов все это происходило. То есть они сами себе расчищали рынок. И что получилось? У нас, если после вступления в ВТО, мы в августе прошлого года вступили в ВТО, да, окончательно, вот, у нас где-то сразу через месяц-два произошло падение цены на свинину порядка 20 рублей, что очень негативно начало отражаться на деятельности наших крупных хозяйств. То после всех вот этих мер у них пошел рост цены на свинину. То есть как бы 20 рублей они уже отыграли за счет того, что они в том числе и расчислили вот этот рынок за счет уничтожения свиней. Это особенно вот в таких регионах крупных, как, скажем, Белгородская область. Потому что Белгородская область, она производит где-то порядка, наверное, трети всей свинины России. Откуда напасть-то такая пришла к нам? Ну, напасть такая пришла якобы из Грузии. Якобы из Грузии. Вот. Все это случилось в 2007 году еще. И наш удивительный, так сказать, не сравним ни с кем санитарный врач Нищенко, он даже высказал такую гипотезу, версию, что это откровенная биологическая война американцев против России. Чем он это обосновывает? Обосновывает тем, что Грузия передала две своих биологических каких-то станций по предупреждению всяких там заболеваний среди животных американцам. И вот это как бы по его мнению совпало, и он считает, что именно таким образом это все и произошло, и вот развивается вот так вот достаточно неконтролируемо. Причем было две волны развития этой африканской чумы. Первая с 2007 по 2010, она как бы такая слабая была, вялая волна, ущерба практически никакого не было, кроме гибели самих диких кабанов и отдельных там домашних свиней. А вот с 2010 года уже дело разворачивается достаточно серьезно. И в целом уже по стране погибло либо уничтожено порядка миллиона свиней и ущерб уже более 30 миллиардов рублей в связи вот с этим заболеваниям. Конечно, колоссальный убыток. Ну, убыток колоссальный. Дело в том, что проспали с принятием своевременных мер. Так кто за это отвечает? Ну, за это должны отвечать, во-первых, те, кто подолгу своей службы занимают важные посты ветеринарной нашей системе. Ответили, неизвестно? Да нет, пока, по-моему, никто не ответил. Вот, потому что комиссию создали вот буквально недавно. Вот, АЧС возникла в 2007 году, представляете, да? А комиссию государственную по борьбе с АЧС создали только в 2013 году. Вот шесть лет практически ничего такого серьезного, существенного не делали. Все было пущено на самотек. А вот в Советском Союзе, когда в 1977 году возникла эпидемия этой чумы в Одесской области, мгновенно отреагировали, создали очень солидную комиссию, дали ей очень большие полномочия, и эта комиссия проявила себя очень достойно. В Одесской области было уничтожено с помощью армии порядка 700 тысяч свиней. Даже американцы беспокоили, что там в Одессе происходит, когда увидели на Одессе столбы дома, дыма. А это с помощью армейских огнеметов сжигали вот забитых свиней. Причем эпидемии-то не такие были по масштабам, эпидемия не такая, как сейчас. А проявилась она только в небольшом подсобном хозяйстве недельку от Одессы. А вот радикально поступили, и сразу, так сказать, результат. То есть больше в истории Советского Союза упоминаний об ОЧС не было. Ее, как таковой, там уже не существовало. А если бы в первоначале приняли меры, а нужно было отстреливать диких кабанов, это вот главные разносчики, тогда бы, наверное, если сделали это в Чеченской Республике, в других южных регионах. Это, в принципе, вполне реально, и об этом и охотоведы говорят, и ветеринары, потому что кабаны, животные стадные, и они оседлые. Они буквально где-то, их кочевание не более 10 километров от места пребывания, от их лёжек, так скажем, да, они, в общем, имеют пристрастие находиться в определённом месте, где им, так сказать, хорошо. Вот. И вот если бы этот вопрос начали решать по-серьёзному, то тогда бы, я думаю, до этого вот то, что сейчас мы имеем, не дошло бы. Хорошо, там, где нас нет, поэтому принять соответствующие меры, видимо, уже не надо. Ну, я думаю, что тут ещё сложно. Почему? Потому что проще-то уничтожить домашних животных. Тут, я думаю, тут многие наши начальники, они ещё ведь и охотники, им проще дать команду, чтобы уничтожили домашних хозяйств. А как вот без охоты-то жить? Это значит, надо и в Завидово тогда всех кабанов пострелять, а кто же на эту руку-то поднимет, понимаете? Поэтому вот мы как бы испытываем вот эти вот прелести такого подхода. Вот. Ну, я вам что хочу сказать? В принципе, конечно, вот из этой ситуации ЧС, ЧС, АЧС, ЧС, тут уже немножко всё слилось. Надо делать, конечно, серьёзные выводы. И самый главный вывод, надо менять отношение к нашему сельскому хозяйству, делать её действительно приоритетной отраслью. В нашей экономике менять систему государственной поддержки и переходить постепенно к западным стандартам. Не 800 рублей, не 600 рублей на гектар, как собираются довести в этом году, а вот на Западе там 14 тысяч рублей на гектар. Представляете? Скажите, пожалуйста, а вот какая область сейчас возможно, ну, имеет самые высокие оценки по развитию сельского хозяйства? На кого равняться просто? Хочется узнать из российских... Ну, вы знаете, вопрос достаточно сложный. Всё-таки у нас есть традиционно такие сельскохозяйственные районы, так скажем, житницы. Если брать по производству зерна, то, конечно, это Краснодарские, Ставропольские края, которые, ну, я бы сказал, достойно работают в данном зерновом направлении. Но если говорить о том животноводстве, там тоже проблемы с животноводством. То есть это неоднородно, в общем? Абсолютно всё неоднородно. Вот. Если сравнивать с нашими соседями, да, вот, скажем, взять Калужскую область, да, мне кажется, что там более внимательно относятся к проблемам развития животноводства, вот, чем у нас здесь, в нашем регионе. Но если сравнивать саму Калужскую область, сельскохозяйственной точки зрения, Тульскую область, это небо и земля, у нас одни фермеры производят зерна больше, чем вся Калужская область. Если Калужская область производит 140 тысяч тонн зерна, то наши фермеры производят тульские 250 тысяч тонн зерна. Поэтому тут тоже, вот, как вот её сравнивать, да, тоже это, в общем. То есть всё у нас достаточно пёстро. Если брать, скажем, другие регионы, то можно, конечно, обратить внимание на Белгородскую область. На Белгородскую область, на Липецкую область, там всё-таки более такой комплексный подход, там и животноводство более-менее, вот, по сравнению с нами развивается, да, вот. Ну, там опять всё идёт в сторону развития крупного. Строятся комплексы, причём комплексы очень большие, вот. Хотя, скажем, вот, когда говорят о том, что, вот, если опять возвратиться к теме африканской чумы, что вот мелкие хозяйства не могут обеспечить должный уровень, это неправильно, потому что Запад подтверждает как раз обратное. Вот если взять Испанию, то там господство мелкого и среднего, там такие комплексы, как у нас, не строят, там никому в голову это не приходит. Там хозяйство, которое имеет 500 свиней, оно считается уже крупным. Вот в Испании, значит, где-то порядка 25% всех ферм имеют поголовье, 5 голов в среднем в году, представляете? А 30% имеет 120 голов, вот и считаете. И в то же время Испания, она всё-таки меньше по объёмам и по потенциалу страна, чем Россия, у неё свиной поголовье больше, чем в России. В Дании, это вот страна с населением равным, скажем, Петербургу, да, у них количество свиней где-то раза в три больше, чем всё население. Вот если там 4 миллиона, то у них где-то 12 миллионов, а у нас где-то порядка 18 миллионов, представляете? И это вот как бы ответ вот на этот вопрос, как развивать, что развивать, крупное или мелкое. Вот если взять всю статистику и по животноводству, значит, и посмотреть на неё, то, значит, можно увидеть, что, вот скажем, за последние 10 лет в молочном животноводстве спад и по поголовью, и по производству молока. В фермерских хозяйствах, наоборот, рост поголовья почти в три раза и значительный рост по производству молока. Вот даже взять наш Тульский область, у нас, скажем, немного коров в фермерском секторе, ну где-то полторы тысячи. У нас нет таких вот колебаний. Вот примерно полторы тысячи, вот уже на протяжении многих лет, вот это вот количество, оно так и сохраняется. Понимаете? То есть, как говорят военные, вот там, где наметился успех, туда надо и резервы направлять. Ну вот, к сожалению, у нас считают, что крупное это надёжно, а мелкое это ненадёжно, значит, с мелкими возни больше, значит, и банкам, скажем, крупным проще раздать кредиты, чем мелким. Крупному дал один, там, на несколько миллиардов, а тут их сколько надо собирать? Старый добрый российский монополизм. Понятно, что мы никогда не будем жить так, как в Европе, но хотелось бы. Нет, ну я думаю, что когда-то будет кто-то жить в России, как и в Европе, но только, как говорил Некрасов, только жить в эту пору прекрасно не придётся ни мне, ни тебе, потому что итоги экономического развития всё равно выведет нас. Вот это хороший итог, кстати говоря, для нашей беседы. Но я вам хочу сказать, мы сейчас, вот, кстати, по линии ассоциации стараемся выделить нашу фермерскую продукцию из общего потока и показать её нашим потребителям, что на данный момент лучше, чем фермерской, ничего нет. Вот в Мясного у нас открылась, уже больше месяца работает фермерская ярмарка, она так называется, натуральные фермерские продукты. И народ уже начал валом валить, потому что, ну где вы в Туле купите настоящее живое молоко? В магазине, либо там смесь какая-то, либо откровенный фальсификат. Где вы купите нормальное мясо? Я тоже думаю, если вы пойдёте в Спар, то невозможно, так сказать, узнать, что вы там купили, кто там, кого вам там завернули, кенгуру там или кого там, я не знаю, понимаете? В деле, когда при тебе прям барашка рубит. Вот. А тут, пожалуйста, вы хотите, вас отвезут в фермерское хозяйство, вы посмотрите в глаза тому животному мясо, которое потом будете кушать. Вот. Также по овощам. Естественно, наши фермеры, они не используются в таком объёме удобрениями, как крупное хозяйство. Это и по экономическим соображениям, и ещё и потому, что они как бы ведут своё хозяйство ближе к домашнему уровню, чем к индустриальному многие. И поэтому народ с удовольствием потребляет наши продукты. И если из туликов кто-то хочет, попробуйте, пожалуйста, и убедиться в этом. Пусть приходят в субботу на ярмарку нашу, в Мясново, пересечении улиц Адоинское шоссе и Тихмяново, убедиться в правдивости моих слов, что я здесь ничего лишнего не сказал, не приврал. Ну вот и всё. Куда идти, знаете. В эфире телеканала Телетулы был Вячеслав Васильевич Андрианов, исполнительный директор Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств Тульской области. Свои вопросы присылайте на info.sobak.ru. Удачи, до новых встреч. Всего хорошего.